Глава 51. Смешание языков. Наступил новый день. Казалось, он ничем не отличался от всех предыдущих монотонных дней. Однако сегодня день был особый. К Славику подошла директор интерната Алла Григорьевна и сказала, что он после завтрака обязательно зашел к ней в кабинет. Славик встревожился. Ребята тоже насторожились и стали недоуменно спрашивать, что он сделал. Но он ничего не мог объяснить. Есть он тоже больше не мог. После завтрака к нему подошли Саша с Юрой и вопросительно посмотрели на него. Ребята окружили Славика, и каждый старался высказать свое предположение. С тревожно бьющимся сердцем в сопровождении стайки любопытных ребят он направился к кабинету директора. Когда он постучал в дверь, сердце, как ему показалось, выпрыгивало из груди. Дверь открыла Алла Григорьевна. Она, улыбаясь, пригласила Славика войти в кабинет. Такой он ее еще не видел. В кабинете сидели посторонние мужчина и женщина, но на них Славик не обратил внимания. Директор задала ему несколько вопросов о том, что он помнит из своего детства, как ему нравится в интернате и не хотел бы иметь семью. Славик настолько волновался, что не мог сообразить, к чему все эти вопросы. Незнакомые люди сидели молча. Алла Григорьевна сказала, что он может идти. Ребята поджидали невдалеке. Как только Славик вышел и двери за ним закрылись, они подбежали к нему и стали расспрашивать. Славик нехотя отвечал на вопросы. — Тебя, наверное, усыновить хотят, — высказал предложение Руслав. — Да, да, — хором закричали ребята. — Вот здорово! А кто они такие? — Да ну, — недоверчиво протянул Славик. — Не может быть. — Смотри, они сидели. Алла, — так они за глаза называли директора, — сама за тобой пришла. Продолжали развивать мысль ребята. — Давай посмотрим, кто они такие. Они все равно скоро будут выходить. Ребята с вениками в руках стали делать вид, что подметают коридор. Кто-то притащил ведро с тряпкой. — Молодцы, ребята! — похвалила Любовь Анатольевна, проходя мимо. Через некоторое время дверь кабинета открылась, и оттуда вышли незнакомцы в сопровождении Аллы Григорьевны. Ребята замерли. Они стояли возле стенки и пристально разглядывали возможных приемных родителей. Разговоров было предостаточно. Все в интернате говорили о посетителях. Наверное, не было ни одного ребенка, который, невзирая на возраст, не мечтал бы быть усыновленным, быть любимым, желанным, необходимым, быть своим. Буря сомнений пронеслась в душе Славика. Эти люди не сказали ему ни слова. Будут ли они любить его? Будет ли ему там хорошо? Где они живут? Сможет ли он приходить сюда, где он вырос? Будет ли он видеться с ребятами? Неожиданно для него интернат стал очень родным. Славка, ты идешь? Спросил Юра. Мы отпросились у Валентины Николаевны. Славик обрадовался. Ему хотелось побыстрее успокоиться и прийти в себя. Войдя в любимый уютный домик, они рассказали дедушке о случившемся. Дедушка внимательно выслушал. Сложная ситуация. Единственное, что я вам могу предложить, это прийти к нашему Небесному Отцу и рассказать все Ему. А потом довериться Ему и помнить, что Он имеет право поступить с нами, как хочет, потому что Он любящий Отец. Он не хочет смерти грешника, хочет, чтобы все люди обрели с Ним мир. Он знает, что лучше для тебя оставить тебя в интернате или переселить в семью. Давайте сейчас мы расскажем об этом нашему Господу. Дедушка опустился на колени. Ребята неловко переминаясь поглядывали друг на друга. Славик тоже преклонил колени. Решался его вопрос. И это было самым главным. Ему было все равно, что подумают о нем ребята. Саша с Юрой тоже последовали его примеру. Отец наш Небесный, благодарим тебя за сегодняшний день, за встречу с ребятами. Благодарим тебя за трудности, которые приближают нас к тебе. Благодарим тебя за Спасителя, посредством которого мы теперь можем приходить к тебе со своими нуждами. Вот у нас такая проблема. Славика, возможно, хотят усыновить. Пошли ему в сердце мир, покой и веру, что ты все делаешь хорошо. Помоги ему, чтобы он никогда не забыл тебя. Того, что он слышал и всегда искал тебя. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. На глазах Славика появились слезы. Почему? Он и сам не мог объяснить, но на душе стал радостным. А теперь давайте продолжим, пока у нас есть возможность. Время не в нашей власти. И может так случиться, что мы не будем иметь возможности читать Слово Божие. Давайте вспомним немножко, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. О строительстве города Вавилона, сказал Юра. Интересовали ли Бога эти непокорные люди? Да, он почему-то все равно любил их, ответил Саша. Видел ли он их? Бог все видит и все знает. Он везде, ответил Славик. Молодец, Славик. Помни, это всегда. Знал ли он их мысли и планы? Да, он все знает. Он знает все тайные мысли и людей и духов, опять ответил Юра. Было ли ему дело до их поступков? Он ненавидел их поступки, но любил людей. Ему жалко было их, ответил Саша. Давайте прочитаем пятый стих из одиннадцатой главы книги Бытие. Господь сошел вниз посмотреть на город и на огромной высоты башню, которую строили люди. Они не были безразличны к Господу. Несмотря на то, что они забыли его, Бог видит всех людей. Дедушка, спросил Славик, а почему здесь написано, что Господь сошел вниз? Разве он не видит с неба? Да, он видит с неба. Но это выражение наталкивает на мысль, что всесильный Господь сошел в человеческом образе. Подобные места мы часто встречаем в Библии. Давайте мы еще раз прочитаем книгу Притчей, пятнадцатую главу, третий стих. Господь видит все, что кругом происходит. Он смотрит и на добрых, и на злых. Бог заботится о каждом. Он знает все о нас. Никто из нас не может ничего утаить от Него. Он знает все, что мы когда-либо думали, говорили или делали. Он наш Создатель. Он владеет каждым. Он также владеет тем, кто отлучен от Него из-за своих грехов. Может ли кто-либо сражаться с Богом и победить Его? Нет, почти хором ответили ребята. Когда Сатана обитал на небесах, он попытался бороться с Богом, но потерпел поражение. Ангелы, последовавшие за Сатаной, тоже потерпели поражение. Адам, Ева, Каин и люди, жившие во времена Ноя, также претерпели поражение в своем неповиновении Богу. Как вы думаете, что случилось в сей раз? Победили ли люди и Сатана? Нет, конечно же Бог победил. Прозвучал уверенный ответ ребят. Никто не может выступить против Бога и стать победителем. Это величественнее всех. Он величественнее всех. Ну а теперь прочитаем, как поступил Бог в этой ситуации. Это записано в 11 главе книги Бытие, 6 по 9 стих. И сказал, все эти люди говорят на одном языке и объединились, чтобы сделать эту работу. И это лишь начало их дел. Скоро они смогут делать все, что задумают. Сойдем же вниз и смешаем их язык, и тогда они перестанут понимать друг друга. И Господь рассеял людей по всей земле, так что они не закончили строительство города. Там Господь смешал язык всей земли, и поэтому город этот называется Вавилон. Господь рассеял оттуда людей по всей земле. Помните, что сказал Бог вначале? Сотворим человека по образу нашему. И теперь мы снова видим, что Господь, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой решают, что Ему следует предпринять. Господь заставил людей говорить на разных языках. Люди больше не понимали друг друга. Поэтому они разделились на семьи и разошлись по разным частям страны. За долгие годы они разошлись по всему миру. Так вот почему так много разных языков, не выдержал Славик. Таков был замысел Бога, чтобы люди населили весь мир, а не одну его часть. Мы часто слышим, как объясняет историю и развитие народов и языков. Если мы действительно хотим знать настоящие корни человечества, нам надо внимательно изучать Библию. Только Бог может открыть многие подробности прошлого. Бог сотворил все и тщательно записал для нас, что должен знать человек. Наши предки отвернулись от Божьей истины, которую они знали, и стали приверженцами идеи, наслаждаемой сатаной и его духами. В то время господствовало идолопоклонство и служение ложным богам. Немногие продолжали поклоняться истинному живому Богу, а большинство отвернулись от Него. Библия дает нам понимание истории человечества и показывает, какой Бог и как Он обращается с человеком. Заметили ли вы, что многие моменты в этих древних повествованиях созвучны нашим в сегодняшней жизни. «Люди все еще противостоят Богу. Но Бог не изменился. Он заботится о каждом. Он точно знает, что происходит в жизни каждого. Он осуждает грех. Он все еще призывает людей поверить в Него». Дедушка еще говорил, когда бабушка уже накрыла стол угощением. Дедушка попросил благословения на еду. Ребята поели и, поблагодарив, побежали в интернат. С собой они взяли приготовленные бабушкой вопросы. После обеда все пошли в клуб. Приехал кукольный театр. Каждый должен был идти со своим классом. Юра любил кукольный театр. Он часто воображал, как и что можно сделать. И даже сам придумывал сказки. Когда он был поменьше, то рассказывал их в комнате. А теперь это уже все было в прошлом, в детстве. Вечером пришла Валентина Николаевна, и они все вместе отвечали на вопросы. Юра записывал. Субтитры создавал DimaTorzok